Ну что, рассаживаемся и продолжим разговор о задаче, которую сформулировали в прошлый раз. Задача о поиске точек экстремума функций многих переменных. В прошлый раз мы дали определение, что значит функция в точке имеет экстремум, локальный экстремум, максимум или минимум. Сформулировали необходимые условия экстремума для дифференцируемой функции. Как и в одномерном случае, для того, чтобы функция в точке имела локальный экстремум, необходимо, чтобы все ее производные в точке равнялись нулю. Вот теперь встает вопрос о формулировке достаточных условий экстремума. Потому что равенство нулю производных необходимое, но отнюдь недостаточное условие. В одномерном случае у нас были условия смены знака производной, но на многомерном случае эти условия не обобщаются. Потому что неясно, при переходе откуда-куда знак производной должен меняться. Вот в одномерном случае все понятно, там производная слева, справа от точки. А в многомерном у нас точка находится внутри окрестностей. И вопрос, вот мы как должны эту точку прибегать слева направо, сверху вниз, по диагонали, еще как-то. Поэтому сосредоточим свое внимание на втором достаточном условии экстремума, которое было в одномерном случае. Напомню, оно там звучало так. Пусть первая производная ноль, а вторая положительно или отрицательно. Тогда в точке есть локальный экстремум. Причем, если вторая производная положительно, то минимум, а если отрицательно, то максимум. В многомерном случае вторых производных у нас много. Даже если у нас функция двух переменных, у нас три вторых производных. Дважды по х, дважды по у и смешанная по х и у. Это если еще мы работаем с дифференцируемыми, с дважды дифференцируемыми функциями, и смешанные производные не зависят от порядка дифференцирования. Поэтому вопрос вот о знакопостоянстве каких производных вторых речь-то вести. Ну, ответ такой, не о какой конкретной производной, а о некотором совокупном свойстве всех вторых производных речь идет. О свойстве второго дифференциала функции. Напомню, что второй дифференциал функции, пусть у нас есть функция y равняется f от x, то есть функция от x1, xm. Так вот, функция имеет в точке x0 локальный экстремум, пусть даже не строгий. Мы сформулировали в прошлый раз условие не строгого локального экстремума, а именно, есть окрестность точки, в которой значение функции в точке x0, либо самое большое, либо самое маленькое для всех точек окрестностей, это не строгий экстремум, там неравенство не строгий. И можно дать, конечно, определение строгого локального экстремума, если существует ε-окрестность точки x0 такая, что в проколотой окрестности f от x0 строго больше, чем f от x или строго меньше, чем f от x. Вот, речь о, допустим, даже не строгом экстремуме, какое у нас необходимое условие экстремума? Еще раз напоминаю, равенство нулю всех первых производных. Но это означает, что дифференциал функции, это сумма df по dx и t на дельта x или на дифференциалы dx и t в точке x0, x и независимые переменные. Так вот, в точке локального экстремума первый дифференциал ноль, потому что все частные производные нули. И надо смотреть на второй дифференциал функции. А что такое второй дифференциал функции? d2f – это сумма здесь вот по i от 1 до m, двойная сумма по i от 1 до m, сумма по g от 1 до m, d2f по dx и t dx и t на dx и t dx и t. То есть второй дифференциал – это сумма всех возможных вторых производных. Здесь не приведены подобные слагаемые, поэтому встречаются производные один раз слагаемые по x и тому, x и тому, один раз по x и тому, x и тому. Два одинаковых слагаемых, но здесь они выписаны два раза. Так вот, фактически, это некоторая функция от переменных dx и t. То есть от переменных dx1, dxm. Что это за функция? Это так называемая квадратичная форма. Что такое квадратичная форма? Если у нас есть функция f от h1, hm, функция от m переменных – это квадратичная форма, если это поленом второго порядка, но не любой поленом второго порядка, а только тот, который содержит только слагаемые второго порядка. Вот общее поленом второго порядка может содержать слагаемые нулевого, первого и второго порядка. Квадратичная форма не содержит слагаемых нулевого и первого порядка, только слагаемые второго порядка. То есть она имеет вот такой вид. Слагаемые вида H, И, Т, H, Ж, Т перебираются в всевозможные сочетания этих слагаемых, и они входят с какими-то коэффициентами А, И, Т, Ж, Т. То есть квадратичная форма – это вот такая конструкция. Квадратичная форма определяется матрицей А, И, Т, Ж, Т. В принципе, если у нас вектор H – это H1HM, можно строку рассматривать, можно столбец. Если, например, это строка, и есть у нас матрица А, А11, А1M, АМ1, АММ, то квадратичная форма, пункция от вектора H, она может быть записана так – H на А, на H транспонированное. Если H рассматривают как столбец, то вот здесь будет H, тут H транспонированное. И так, и так записывают. То есть это вот строка на матрицу и на столбец. И получается число. Квадратичная форма, естественно, целиком определяется матрицей А, набором вот этих вот символов. Выделяют симметричные квадратичные формы, если матрица А является симметричной. Если выполняется это условие, то это симметричная квадратичная форма. Вообще говоря, любая квадратичная форма может быть симметризована. То есть любая квадратичная форма, если она не симметричная, может быть приведена к симметричному виду. Ну, простой пример от двух переменных, там, что-нибудь типа 7H1 квадрат плюс 2H1H2 плюс 4H2H1 плюс 5H2 в квадрате. Вот какая-то квадратичная форма. Здесь перечислены все возможные сочетания. И она не симметричная. Коэффициент при H1H2 и H2H1 разные. Но ведь мы же понимаем, что на самом деле вот это произведение-то одно и то же. Поэтому можем вот так вот сделать. Поровну поставить. Просуммировать вот эти коэффициенты и взять их среднеархметические. Поставить сюда и сюда одинаковые коэффициенты. В общем-то, в квадратичной форме ничего не изменилось. Но зато она теперь соответствует симметричной матрице. В общем виде, если у нас задана квадратичная форма, можно записать ее следующим образом. Давайте возьмем транспонирование от этого числа. Это число. Поэтому если число транспонировать, то же самое получится. Но если мы транспонируем вот эту запись, что у нас получится? Во-первых, все со множителя надо транспонировать и поменять порядок. И получится вот такое вот выражение. А если взять число, прибавить к нему то же самое число и поделить пополам, мы получим исходное число. Ну а что здесь записано? h, а плюс а транспонированное пополам на h транспонированное. Таким образом, а вот эта вот матрица а со звездочкой уже является симметричной. Легко проверяется. Таким образом, любая квадратичная форма может быть приведена к виду с симметричной матрицей. Поэтому в дальнейшем исследуются квадратичные формы с симметричными матрицами. Но если посмотреть на второй дифференциал функции, это квадратичная форма. А чему равны коэффициенты матрицы А и Т, ЖТ? Это на самом деле частные производные функции в точке х0 по переменам х и Т, Х, ЖТ. Но у нас доказана теорема о том, что значение частных производных не зависит от порядка дифференцирования. Поэтому квадратичная форма, вот эта, второй дифференциал, уже изначально является симметричной. Нам уже доказано, что производные х, ИТ, Х, ЖТ и в обратном порядке х, ЖТ, Х, ИТ, они равны. Поэтому у нас сразу матрица асимметричная. А дальше возникает понятие знака определенных квадратичных форм. Если у нас есть произвольная квадратичная форма, я просто напоминаю то, что вы уже хорошо знаете из курса алгебры. Вы же проходили квадратичные формы? Значит, все знаете уже. Просто немножечко напоминаю. Так вот, квадратичная форма f от h положительно определена. Пишут либо f от h больше нуля, либо пишут, что матрица А больше нуля. Когда пишут, что матрица какая-то больше нуля, под этим понимают, что квадратичная форма, порожденная матрицей А, является положительно определенной. Вот видите запись матрицы больше нуля? Значит, квадратичная форма, которую эта матрица породила, больше нуля. Условие простое. Квадратичная форма положительна тогда и только тогда, когда значение этой формы строго положительно для любого вектора h, кроме нулевого. Понятное дело, если мы сюда подставим нулевой вектор, мы получим ноль. Ничего другого получить не можем. Поэтому на нулевом векторе квадратичная форма заведомо ноль. Вопрос, что будет, если вектор h не тождественно равен нулю. Вот квадратичная форма, еще раз, положительно определена, если на любом векторе h она строго положительна. Форма отрицательно определена. Если матрица А меньше нуля, если f от h меньше нуля для любого вектора h, кроме нулевого. Можно дать определение, что значит квадратичная форма не отрицательно определена и не положительно определена. Если f от h, соответственно, больше равно нуля, или, соответственно, f от h меньше равно нуля для любого вектора h, ну, правда, чтобы отличать это от строгой знака определенности, еще добавляют, что существует вектор h, не равный нулю такой, что f от h равняется нулю. То есть форма не отрицательно определена, если она принимает только неотрицательные значения, но на каком-то векторе h, не нулевом, она еще и нулевое значение принимает. Ну и, наконец, квадратичная форма знакопеременная. Тогда и только тогда, когда существуют два вектора h' и h2' такие, что на одном форма принимает отрицательное значение, на другом положительное. То есть форма знакопеременная, если она меняет знак, то есть бывает и положительной, и отрицательной. Что, по сути, означают эти определения? Рассмотрим некоторые примеры. Для простоты рассмотрим квадратичные формы от двух переменных. Например, h1 квадрат плюс 2h2 в квадрате. Вот эта квадратичная форма строго положительно определенная. Потому что, понятное дело, все значения у нее не отрицательны, положительны. И если хотя бы один из коэффициентов h1, h2 у нее не равен нулю, то значение функции будет строго положительным. Вот эта форма положительно определена. Отрицательно определенная форма. Минус 7h1 квадрат минус 5h2 квадрат. Вот эта форма отрицательно определенная. Она принимает только отрицательные значения. И если хотя бы один из коэффициентов h1, h2 не нулевой, то значение уже будет строго отрицательным. Точнее, это отрицательно определенная. Не отрицательно определенная форма. Форма от двух переменных, подчеркиваю. Например, вот такая. 3h1 в квадрате. Рассматриваем эту форму как форму от двух переменных. Она принимает неотрицательные значения. Но на векторе 0,1 она принимает нулевое значение. То есть квадратичная форма больше ли равна нуля? Или вот такая квадратичная форма от h1, h2. Кто-нибудь h1 плюс h2 в квадрате. Ну, можно раскрыть это, скобочку, возвести в квадрат, получить классический вид квадратичной формы. То есть h1 квадрат плюс h1, h2 плюс h2, h1 и плюс h2 в квадрате. Эта квадратичная форма тоже больше равна нуля. Потому что, понятное дело, она принимает неотрицательные значения. Но на векторе 1, минус 1 она принимает нулевое значение. То есть не везде она строго положительна для ненулевых векторов. Ну, аналогично можно придумать квадратичные формы, которые неположительно определены. И, наконец, знакопеременная форма. 5h1 квадрат минус 3h2 квадрат. Вот тоже квадратичная форма поленом второго порядка. И только второго порядка слагаемые. На векторе 1, 0 принимает положительные значения. На векторе 0, 1 принимает отрицательные значения. То есть вот здесь h1, 0, h2, 0, 1. В одном случае форма положительна, в другом отрицательна. Значит, она знакопеременная, меняет знак. Следующий вопрос. А как, собственно, определять? Вот у нас задана какая-то квадратичная форма. Она положительно определена или отрицательно определена? Вот f от h1, h2, допустим, h1 квадрат плюс 2h1, h2 плюс 4h2 квадрат. Вот эта форма положительно определена или отрицательно определена, или знакопеременная. Это хорошо еще от двух переменных. А если там от 17 переменных, огромная такая вот конструкция записана. Есть лобовой способ, простой, интуитивно понятный. Им можно пользоваться в каждом случае практически. Квадратичную форму всегда линейной заменной переменной можно привести к сумме квадратов. Просто начинаем выделять полные квадраты. Вот у нас h1 плюс 2h1, h2. Очень хорошо сворачивается в h1 плюс h2 в квадрате. То есть вот эти два слагаемых мы запихнули в один квадрат. Но у нас должно было бы получиться что там? h2 в квадрате. А у нас 4h2 в квадрате. Значит, будет плюс 3h2 в квадрате. И вот квадратичную форму мы привели к сумме квадратов. Когда у нас есть только квадраты и нет смешанных произведений. Схема очень понятна. Вот у нас берем, допустим, первое слагаемое. Смотрим, как оно сворачивается со вторым. Был бы у нас еще h1, h3. Мы бы свернули все в сумму h1 плюс сколько-то h2 плюс сколько-то h3 в квадрате. То есть схема приведения к сумме квадратов всем понятна, как делать. В общем, ничего сложного здесь нет. Чистая механическая работа. Но есть, правда, маленькие вопросы. Ну а с чего мы начали с h1? Нет, понятно, вот мы привыкли писать с лево направо. А кто-то справа налево. Ведь могли ведь вот с этого слагаемого начать. Могли ведь вот так вот начать сворачивать. Написать, что это 2h2 плюс h1 пополам в квадрате. То есть решив, что вот эта часть квадрата. То есть 2h2, здесь вот 2h2, еще на двойку, значит, на h1 пополам в квадрате. И чего у нас останется? Плюс 3 четвертых h1 в квадрате. Вроде так. Другая замена переменных, которая привела нас к другой вообще вот сумме квадратов. И тогда возникает вопрос. У нас, когда мы делаем замену переменных, она единственна? Нет. На самом деле их больше. Мы могли бы тут вот взять, например, вот так вот. Пополам, пополам и умножить на 4. Формально другая замена переменных, с какими-то другими коэффициентами тут выползли. То есть приведение квадратичной формы к сумме квадратов не единственное. Но есть закон инерции квадратичной формы. Какими бы способами квадратичную форму мы не приводили к сумме квадратов, число квадратов с положительными коэффициентами, с отрицательными коэффициентами и с нулями всегда будет одним и тем же. Вот если у нас есть вот эта квадратичная форма, мы ее одним способом привели к сумме квадратов. И у нас два слагаемых, оба с положительными коэффициентами. Вот есть квадрат и какой-то коэффициент плюс. Квадрат и какой-то коэффициент плюс. Каким бы другим способом мы не приводили квадратичную форму эту к сумме квадратов, у нас всегда будут 2 квадрата, оба с положительными коэффициентами. Вот другая форма, вот у нас коэффициент 1 и 3 четвертых. Там могли по-другому сделать замену переменных, но у нас всегда будут 2 квадрата, оба с положительными коэффициентами. И тогда что означает положительная определенность квадратичной формы? Это значит форма у нас от m переменных и после приведения к сумме квадратов у нас квадратичная форма приводится к виду, когда у нас есть ровно m слагаемых и все они с плюсами стоят. Что значит квадратичная форма отрицательно определена? Значит у нас после приведения к сумме квадратов ровно m слагаемых, то есть квадратов столько, сколько переменных и все с минусами. Что значит форма больше равна нуля? Это значит, что у нас есть, после приведения к сумме квадратов, сколько-то слагаемых с плюсами и сколько-то с нулями. Вот здесь можно было бы правильно записать. Плюс 0 умножить на h2 в квадрате. Вот есть слагаемые с плюсами и есть с нулями. Вот здесь у нас есть слагаемые с плюсом, ну и можно было бы сказать, что 0 умножить на h1 минус h2 в квадрате. Тоже квадратичная форма, она больше равна нуля. Что значит квадратичная форма знакопеременна? Есть хотя бы одно слагаемое с плюсом и хотя бы одно с минусом. А что означает приведение квадратичной формы к сумме квадратов в смысле матрицы? Если мы привели квадратичную форму к сумме, когда у нас только квадраты есть, это значит у матрицы квадратичной формы после замены переменной нет вне диагональных элементов. То, что вне диагональные элементы приводят вот к смешанным произведениям. Приведение к сумме квадратов означает, существует линейная замена переменных, которая приводит матрицу А к диагональному виду. Если вот здесь матрица А была до замены переменной вот такая, 1, 1, 1, 4, вот эту двойку мы делим на две части, то вот здесь другая матрица после линейной замены переменной, допустим, для этой формы, она имеет вот такой вид. 1, 3, 4. Здесь матрица А, пусть две звездочки будут, имеет, ладно, пусть будет как было, не в странном виде, имеет вид вот такой. Разные делаем замены переменной, но самое главное, мы можем привести матрицу А к диагональному виду. Более того, можно было бы даже, допустим, положить на определенную квадратичную форму к единичному виду привести. Вот сделали бы здесь замену переменной, вторую переменную поменяли бы там на что-то вот, и получили бы матрицу единичную. Но это отдельная задача, в курсе алгебры должны рассматривать теорию квадратичных форм, вопросы приведения квадратичных форм к диагональному виду, к единичному виду для положительно определенных и так далее. Так вот, в этом смысле форма является положительно определенной, если после приведения матрицы А к диагональному виду, у нее все элементы присутствуют и все положительные. Форма отрицательно определена, если после приведения матрицы А к диагональному виду, у нее все элементы присутствуют и все отрицательные. Матрица больше равна нуля, если после приведения к диагональному виду, у нее присутствуют на диагонали положительные и нулевые элементы. Отрицательные, не положительно определена, отрицательные нулевые. И, наконец, квадратичная форма знакопеременна, если после приведения матрицы к диагональному виду у нее присутствуют и положительные, и отрицательные элементы. Сколько? Ну, как получится. Следующий вопрос. Ну, теперь все понятно. Как всегда, сразу все понятно. Если у нас есть какая-то произвольная квадратичная форма, привели ее к сумме квадратов и убедились, что квадратичная форма приведена к сумме столько квадратов, сколько нам нужно, значит, она является положительно определенной или отрицательно определенной. Но приведение к сумме квадратов, ну, такая немножко утомительная операция. Понятно, как ее делать, но долго и громоздко. Можно ли ответить на вопрос о положительной или отрицательной определенности квадратичной формы, не приводя нашу квадратичную форму к сумме квадратов, а сразу по изначальной структуре матрицы А? Ответ на этот вопрос тоже положительный. Есть так называемый критерий Сильвестра, который позволяет ответить на вопрос о положительной или отрицательной определенности квадратичной формы сразу по матрице А, вот, допустим, вот по этой матрице, исходной системы. Напоминаю критерий Сильвестра, который у вас был в курсе алгебры. Если у нас есть квадратичная форма с матрицей А, матрица А симметричная, то квадратичная форма положительна тогда и только тогда, когда для матрицы А, которая имеет вид А1-1, А1-2, А1-М, А1-3, А2-3, А3-3. Здесь вот А1-1, А1-3, А2-3 и так далее. А3-М, ну и так далее. А, М, М. Вот такая матрица. Она симметричная, подчеркнул. А1-2 одинаковые элементы. А1-3, А2-3 одинаковые элементы. Так вот, матрица положительна или квадратичная форма положительна тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия. Все главные миноры матрицы А положительны. То есть, А1-1 больше нуля. Первый главный минор положительный. Второй главный минор положительный. Определитель матрицы А1-1, А1-2, А1-2, А2-2 положителен. Определитель матрицы А1-1, А1-3, А1-3, А3-3 больше нуля и так далее. В конце концов, определитель матрицы А положителен. То есть, вот все главные миноры матрицы А должны быть строго положительными. Ну, легко запомнить, если бы у нас матрица А была диагональной, то положительной определенностью что бы означало? Все диагональные элементы строго положительны. Вот если у нас матрица А имеет диагональный вид А1-1, А2-2, А3-3, АМ-М. А все остальное нули. Да? Главные. А, нет, нет, угловые. Да, вот как на картинке, угловые. Да. До главных все вот эти вот. Вот один, второй, третий, четвертый. Тогда речь идет, на самом деле, сейчас мы когда дойдем до неотрицательной определенности, там мы посмотрим, еще, да, но по-моему, вот это все-таки главные или нет? Вот. Угловые, да? А главные все на диагонали. Там еще, вот да, до главных тоже дойдем, когда будем говорить сейчас о неотрицательной определенности квадратичной формы. Так вот, если у нас квадратичная форма определяется диагональной матрицей, то тогда для нее положительная определенность означало бы положительность всех вот этих элементов. Но проверять ее можно следующим образом. Если А1-1 положительный, то что нужно для того, чтобы А2-2 было положительным? При условии, что А1-1 положительный. Чтобы произведение было положительным. А при условии, что А1-1 и А2-2 положительные, что нужно потребовать, чтобы А3-3 было положительным? Чтобы произведение А3-3 умножить на положительное число было положительным. и так далее. Поэтому для диагональной матрицы проверка вот этих условий и условия положительности каждого диагонального элемента – это одно и то же. Но вот эти условия, они инвариантны, как оказалось, к заменам переменных. То есть вот матрица-то у нас может быть не диагональной, и там положительность диагональных элементов не обязательно должна быть. Так вот, какое условие будет для отрицательной определенности квадратичной формы? Если мы посмотрим на диагональную матрицу, что нужно потребовать, чтобы она была отрицательно-определенной? Первый элемент должен быть отрицательный. А что можно сказать про вот этот вот угловой минор второго порядка для отрицательно-определенной квадратичной формы? Он должен быть каким? Положительным. А вот этот минор третьего порядка для отрицательной определенной квадратичной формы опять отрицательным. Потому что у нас то отрицательный элемент, то произведение двух отрицательных, то произведение трех отрицательных, произведение четырех отрицательных и так далее. Для отрицательной определенности квадратичной формы знаки угловых миноров меняются, начиная с минуса. То есть минус, плюс, минус, плюс и так далее. Для положительной определенности, еще раз, знаки все плюсы. Для отрицательной определенности чередование знаков. А если у нас квадратичная форма больше равна нуля, то хочется вроде как сказать, а если мы потребуем, чтобы все угловые миноры были больше равны нуля, гарантирует ли это положительную, точнее не отрицательную определенность квадратичной формы. Вообще говоря, нет. Рассмотрим вот такой пример. Квадратичная форма с матрицей А, 1, 0, минус 1 на главной диагонали. То есть квадратичная форма вот такая будет, H1 квадрат минус H3 в квадрате. Форма от H1, H2, H3. То есть функция от трех переменных, но одной переменной нет, есть только две. H1 квадрат минус H3 в квадрате. Квадратичная форма знакопеременная. Есть у нее положительные квадраты, есть отрицательные. Но если мы будем проверять у нее вот эти угловые миноры. Первый минор положителен, второй не отрицателен, третий не отрицателен. И угловые миноры больше или равны нуля. То есть вот в этих условиях стоят знаки больше равно нулю. Но это не гарантирует, чтобы квадратичная форма была больше равна нуля. Поэтому для того, чтобы квадратичная форма была больше равна нуля, должны быть не отрицательными те возможные диагональные миноры. То есть и вот этот вот, и вот этот вот, и вот этот, и вот этот, и смешанный состоящий вот из этого элемента. Вот я вот так вот обведу вот этот вот минор второго порядка. Вот эти вот главные. Да, вот все они должны быть не отрицательны. Для того, чтобы квадратичная форма была не отрицательной. Их слишком много уже проверять. Для положительной определенности проверяются только угловые миноры. И их не так много. А вот не отрицательную определенность там проверять долго и громоздко. Ну а для знака переменности квадратичной формы нужно подобрать два вектора H' и H' на которых квадратичная форма имеет разные знаки. И этого уже достаточно для того, чтобы квадратичная форма была знака переменной. Итак, разобрались с квадратичными формами. Теперь вспоминаем, что второй дифференциал это квадратичная форма. И вспоминаем, что мы занимаемся задачей о получении достаточных условий экстремума. И достаточные условия будут звучать так. Все зависит от того, какой квадратичной формой является второй дифференциал. По аналогии с одномерным случаем. Если второй дифференциал положителен, это минимум. Второй дифференциал отрицателен, максимум. Но появляется теперь еще одно условие. Второй дифференциал знакопеременной формы, ничего нет. Ну вот эту теорему сформулируем и докажем после перерыва. Сейчас перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другой дифференциал Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну а Дельта иксит и Дельта иксит Это приращение по отдельным переменам Следующие варианты возможны Первый вариант Второй дифференциал Это положительно определенная Квадратичная форма Как это проверяется На практике У вас есть точка подозрительная на экстремум Вы посчитали все возможные Дифференциал Составили из вторых производных В заданной точке матрицу Проверили все угловые миноры И все они оказались положительными То есть механическая такая работа Тогда Х0 Точка Локального минимума Если второй дифференциал Отрицательно определенный То Х0 Точка Локального максимума И третий вариант Второй дифференциал Знакопеременная форма Тогда В точке Х0 Нет Локального экстремума Заведомо Неохваченными Остались случаи Неотрицательной Или не положительной Определенности квадратичной формы Вот если квадратичная форма Второй дифференциал Больше равна нуля Или меньше равна нуля То тогда Теорема ничего не говорит Там нужны дополнительные Исследования По второму дифференциалу Ничего сказать нельзя Докажем эту теорему Рассмотрим случаи 1 и 3 Потому что случай 2 Он рассматривается точно так же Как случай 1 Первый случай Квадратичная форма Положительно Определена Вот у нас есть точка Х0 Есть Некоторая окрестность точки Где функция Определена Функция у нас дважды дифференцируема Значит первые производные Определены в окрестности точки Вопрос Да Точка подозрительная на экстремум Поэтому заведомо выполняются Необходимые условия экстремума То есть точка В других точках теорема конечно не верна Обязательно первые производные Все равны нулю Рассмотрим Произвольные значения Х У нас есть Приращение дельта Х Где-то из небольшой окрестности точки Х0 Так как функция дважды дифференцируема В точке Х0 То тогда Можно применить Теорему Тейлора С остаточным членом форме пиано По теореме Тейлора С остаточным членом форме пиано Ф от Х равняется Ф в точке Х0 Плюс Первый дифференциал в точке Х0 Плюс Второй дифференциал Ну поделить на 2 факториал И плюс О малое от Ро в квадрате Где Ро в квадрате Это длина вектора дельта Х Но Первый дифференциал то у нас равен нулю Поэтому Из теоремы Тейлора С остаточным членом форме пиано Следует Что разность Ф от Х минус Ф от Х0 А нас интересует Знак вот этой разности Для минимума Надо чтобы эта разность Была положительной Для максимума Нужно чтобы эта разность Была отрицательной Минимум Это когда Ф от Х больше чем Ф от Х0 Максимум Это когда Ф от Х меньше чем Ф от Х0 Так вот эта разность равна Одну вторую Вынесем за скобки А в скобках остается Д2Ф Плюс О малое от Ро в квадрате Теперь Вспомним Что такое Ро Это длина Вектора Дельта Х Рассмотрим Чуть подробнее Вот эту квадратичную форму Второй дифференциал Это сумма Двойная А ИТ ЖТ Дельта Х ИТ Дельта Х ЖТ Давайте поделим И домножим Эту квадратичную форму На Ро в квадрате Вынесем Ро в квадрате И домножим Точнее Да Вынесем Ро в квадрате И поделим Поделим Дельта Х и Т на Ро И Дельта Х ЖТ на Ро У нас есть вектор Дельта Х А давайте наряду с ним введем вектор H Это вектор Дельта Х Поделить на Ро То есть это вектор с координатами Дельта Х1 Поделить на Ро Дельта Х2 Поделить на Ро Дельта Хм Поделить на Ро Вопрос Чему будет равна длина вектора H Она будет равна длина вектора Дельта Х поделить на константу на Ро, но длина вектора дельта Х это и есть Ро. Поэтому H это на самом деле единичный вектор, коллинеарный вектор дельта Х. Если дельта Х маленький вектор, то вектор H, вот он, такой же вектор по направлению, но единичной длины, а дельта Х маленький какой-то вектор направленный туда же, куда H. Тогда второй дифференциал может быть записан следующим образом. Ро в квадрате, F от H, то есть тот же самый второй дифференциал, только он применяется к некоторому вектору единичной длины. Значит, мы вот эту нашу формулу можем переписать следующим образом. F от Х минус F от Х ноль равняется 1 вторая. Давайте Ро в квадрате вынесем из этого слагаемого и из этого слагаемого. Будет Ро в квадрате. Что у нас останется от первого слагаемого? Оно у нас имеет вот такой вид. Если Ро в квадрате мы вынесем, будет наша квадратичная форма от какого-то вектора H единичной длины плюс О малое. Если из О малого от Ро в квадрате вынести Ро в квадрате, останется О малое от единицы. Какая-то бесконечно малая функция. Сначала мы знали, что она быстро убывает. Теперь, когда Ро в квадрате вынесли, просто убывает. Как быстро, медленно, не знаем, но стремится к нулю. Давайте теперь будем рассматривать всевозможные направления. Будем рассматривать всевозможные векторы H, но единичной длины. Рассмотрим функцию F от H для векторов H единичной длины. Что такое множество? Вот это вот. Это шарик. Да, не шарик, а пера единичного радиуса в М-мерном пространстве. То, что сфера является ограниченным множеством, очевидно. А то, что она является замкнутым множеством, очевидно. Если мы берем любую последовательность точек на сфере, и она куда-то сходится, то она сойдется к точке этой сферы. Представили себе? Вот взяли сферу, как-то бежим-бежим по сфере. Куда мы сойдемся? К точке сферы. Никуда мы не соскочим с нее. То есть, сфера является ограниченным и замкнутым множеством, компактом. Вывод. Существует точка H со звездочкой такая, что F от H со звездочкой – это минимальное значение F от H по всем векторам H единичной длины. Это просто применение второй теоремы Вейер-Штрасса. Функция непрерывная на множестве, а квадратичную форму – это полином, куда уж непрерывней. Так вот, функция непрерывная на ограниченном и замкнутом множестве, а сфера – это ограниченное и замкнутое множество, достигает на нем своего максимального и минимального значения. В том числе, минимального значения. Значит, минимум вот этих выражений – это значение функции в какой-то точке. Но квадратичная форма у нас положительно определена. Значит, значение функции в какой-то точке – это что такое? Какое-то положительное число. Значит, вот это вот равно некоторое число гамма больше нуля. Вывод. Что можно сказать про вот эти слагаемые? Это бесконечно малая функция. Найдется окрестность точки, маленькая какая-нибудь окрестность, там, где бесконечно малая, станет меньше константы. Ну, конечно, найдется, она же к нулю стремится. Существует дельта-окрестность точки х0 такая, что у малой от единицы, ну, допустим, меньше равно гамма пополам. Ну, и строго меньше, чем гамма. Бесконечно малая функция становится меньше любой наперед заданной константы. А что можно сказать про f от h? Оно больше равно, чем гамма, потому что гамма – это минимум функций. Во всех остальных точках f от h больше равно. Тогда f от х минус f от х ноль равняется 1 вторая ров в квадрате f от h плюс o малая от единицы. Вот это больше равно гамма, а это меньше, чем гамма. Причем я напишу по модулю. Имеется в виду не просто вот меньше, чем гамма, а модуль меньше, чем гамма. Вопрос, кто главный из двух слагаемых? Первое, оно больше. И знак будет определяться, чем первым слагаемым. Первое слагаемое у нас положительно. Второе – мелочь по сравнению с первым слагаемым. Вывод. Вот эта скобка имеет какой знак? Плюс ров в квадрате, плюс 1 вторая, плюс. Значит, все это больше нуля для любого х из дельта окрестности, ну, за исключением самой точки х ноль, потому что в точке х ноль ров в квадрате равно нулю. Поэтому там ноль будет. И что у нас получилось? Разность f от х минус f от х ноль строго положительно проколотой дельта окрестности точки х ноль. Значит, f от х больше, чем f от х ноль. А это и есть определение строгого, причем, локального минимума. Не просто минимум, а строгий локальный минимум. Значение минимума достигается только в самой точке. Во всех остальных точках значение функции f от х больше, чем в точке. Таким образом, если квадратичная форма положительно определена, то в точке реализуется трогий локальный минимум. Если квадратичная форма была бы отрицательно определена, мы бы вот здесь нашли точку h с двумя звездочками, в которой у функции достигается максимум, и даже максимум был бы отрицательный, поэтому там f от х было бы отрицательным, это была бы мелочь, скобка была бы отрицательной, и все неравенство было бы в другую сторону. То есть, если квадратичная форма отрицательно определена, то функция реализовывалась бы в точке строгий локальный максимум. Ну, а здесь вот минимум реализуется. Таким образом, если второй дифференциал, квадратичная форма является знака постоянной, то функция имеет в точке строгий локальный экстремум, либо строгий максимум, либо строгий минимум, в зависимости от того, как определена квадратичная форма. И, наконец, третий случай. Это случай знакопеременной квадратичной формы. Общая идея та же самая. Разность имеет вот такой вид. f от х минус f от х ноль равняется 1 вторая ρ в квадрате f от h минус o малое от единицы. Теперь вспоминаем, что в третьем случае у нас квадратичная форма знакопеременна. Маленький еще экскурс в теории квадратичных форм. Если у нас есть квадратичная форма. f от х. Это f от х1 хм. Что произойдет, если мы п х умножим на одну и ту же константу? То есть это вот у нас, напомню, сумма по i от единицы до m, по g от единицы до m, а и т ж т, x и т, x ж т. А если мы рассмотрим f от ρ на х, ρ произвольная константа? Это будет сумма а и т ж т, ρ х и т, ρ х ж т. Очевидно, что ρ в квадрате можно вынести из-под знака суммы. Это будет равняться ρ в квадрате f от х. Напомню, что это f от ρ на х. То есть квадратичная форма – это однородная функция второго порядка. У нас, напоминаю, была, допустим, теорема об однородных функциях. Так вот, это однородная функция второго порядка. То есть если все переменные увеличить в одно и то же число раз, то функция увеличится в квадрате вот этого коэффициента ρ. Но еще можно что заметить? Если для какого-то вектора х0, квадратичная для вектора х' функция была положительна, то что можно сказать про значение функции в точках вида ρ на х'. Тоже положительна. То есть если в какой-то точке х' у нас функция была положительна, рассмотрим все вот это направление и точки, лежащие на луче, проходящие через начало координаты х'. Пункция здесь везде будет положительна. А если f от х2' было отрицательным, то f от ρ х2' будет отрицательным для любых ρ. То есть функция имеет один и тот же знак на целом луче. То есть если уж на этом луче плюс, то для всего луча плюс. Если вот на этом луче и у нас есть какая-то точка х' минус, то на всем луче минус. Более того, можно сказать следующее. А давайте проведем единичную окружность. И будем рассматривать вектора единичной длины. Вот здесь у нас вектор h'. Вот здесь единичный вектор h2'. По сути, для того, чтобы задать квадратичную форму, нам надо задать ее на единичной окружности, на единичных векторах. Вот задали мы функцию для вектора х' единичного. Так для всех остальных точек надо просто домножать на ρ в квадрате значение для единичного вектора. И мы получим значение функции на всем луче. Поэтому, если квадратичная форма отрицательно определенная, если квадратичная форма знака переменна, мы знаем, найдутся две точки, в которых значение функции разных знаков. Но можно и по-другому это сформулировать. Квадратичная форма знака переменна, если найдутся два единичных вектора, на которых на одном функция отрицательна, а на другом положительна. Потому что, в принципе, все определяется на единичной сфере, а дальше просто домножаем на коэффициенты и все. Стираем эту вспомогательную картинку. Перерисуем ее немножко по-другому. Хотя, по сути, это примерно о том же самом будет речь. У нас есть точка х0, в которой мы исследуем нашу функцию на экстремум. Приращение функции именно в этой точке у нас исследуется. Так вот, существуют векторы h' и h2' такие, что длины h' и h2' равны единице. Квадратичная форма для h' положительна, а для h2' отрицательна. Это, как мы установили, следует из определения знакопеременности квадратичной формы. Если квадратичная форма знакопеременна, то она принимает разные знаки на векторах единичной длины. Что в наших условиях на картинке это означает? Это означает, что есть вектор единичной длины h' и есть вектор, вот они на единичной сфере, единичной длины h2' на которых квадратичная форма принимает, еще раз повторюсь, разные знаки. А теперь давайте рассмотрим все вектора вида х' равны ρ на h' и все вектора вида х2' ρ на h2'. То есть будем приближаться к точке х0 по одному лучу и по другому лучу будем рассматривать точки близкие к точке х0 произвольной, сколь угодно малой окрестности, но точки именно вот на этих двух направлениях. тогда f от х' минус f от х0 разное значение функции в точках вот на этом луче, но очень близких к точке х0 и значение в точке самой равняется 1 вторая, ρ в квадрате, но оно маленькое значение. f от h' плюс он малый от единиц. Ну вот это какая-то положительная константа, а вот это бесконечно малая функция, которая становится меньше константы в маленькой окрестности. Поэтому что можно сказать про вот эту конструкцию в маленькой окрестности? Положительно. А f от х2' минус f от х0. Это будет тоже 1 вторая, ρ в квадрате, квадратичная форма для h2' плюс он малый от единиц. Вот это тоже константа, но отрицательная. Поэтому все это меньше нуля в малой окрестности х0. И что получается? Какую бы маленькую окрестность точки х0 мы не взяли, будут точки, лежащие на одном луче, в которых значение функции больше, чем в точке х0, а на другом кусочке луча, маленьком кусочке другого луча, значение функции меньше, чем в точке х0. То есть какую бы маленькую окрестность точки мы не брали, там будут значения, которые меньше, чем f от х0. И будут точки, в которых значение больше, чем f от х0. Вывод, никакого экстремума там нет. Потому что какую бы маленькую окрестность мы не взяли, там есть вот точки на одном лучике и на другом лучике, которые портят всю картину. Ну и теорема доказана. Теорема фактически дает нам инструмент для исследования функции на экстремум. На семинарах, я думаю, либо уже считаете, либо в ближайшее время посчитаете, порешаете разные задачи на исследовании функции на экстремум. Способ простой. Если у вас есть функция f от х, то первый шаг считаете все возможные производные и приравниваете их к нулю. Получаете систему из m уравнений относительно m неизвестных. К сожалению, нелинейную. Но, тем не менее, пытаетесь ее решить. И находите точки x, там, штрих, x2, штриха и так далее, x, ну или там, допустим, x1, x2, xk, точки подозрительные на экстремум. Система, еще раз, нелинейная. Возможно, несколько решений. А затем для каждой точки x1, допустим, берете, считаете матрицу из вторых производных и проверяете по критерию Сильвестра, является ли эта матрица положительно определенной или отрицательно определенной. Если эта матрица положительно определена, минимум, если отрицательно определена, максимум, Если доказали, что эта матрица определяет знакопеременную квадратичную форму, значит, заведомо там нет экстремума. И в заключении маленькие примеры еще. Теорема нам говорит о том, что если у нас квадратичная форма знакоопределенная, либо знакопеременная, то мы знаем ответ на вопрос о наличии или отсутствии экстремума. Но теорема ничего не говорит про квазизнакоопределенные квадратичные формы. Когда у нас квадратичная форма больше или равна нуля, или меньше равна нуля? Имеется в виду, когда есть при приведении к диагональному виду нулевые элементы на диагонали. Пример. Эп от x и y. Для простоты рассмотрим пункцию двух переменных. x квадрат и все. Он появится, он пока отдыхает. Функция двух переменных, но выглядит вот таким образом. Чему будет равна точка, подозрительная на экстремум? Ну, точка 0,0, например. Очевидно, что в ней все производные равны нулю. Значит, точка исследуется 0,0. Чему будет равна квадратичная форма? D2F. Производная дважды по x. Чему будет равна двойке. Поэтому это будет 2dx в квадрате. Производная по y дважды 0. И смешанная производная тоже равна нулю. То есть квадратичная форма имеет вот такой вид. Она больше равна нуля. Квазизнака определенная. Что можно сказать про вот эту функцию? У этой функции в точке 0,0 реализуется локальный минимум. Но не строгий локальный минимум. То есть то же самое значение достигается еще и в других точках в окрестностях. Во всех точках вида 0,y. То есть если взять вот плоскость, брать окрестность, вот во всех вот этих точках значение функции одно и то же, равно нулю. То есть это минимум, но не строгий. Рассмотрим функцию f от x,y. x квадрат плюс y в четвертый. Опять точка, подозрительная на экстремуме, точка 0,0. Чему в точке 0,0 будет равен второй дифференциал? А он будет тот же самый. Квадратичная часть не поменялась. Но здесь функция в точке имеет строгий локальный минимум. Потому что в точке значение функции равно нулю, во всех остальных точках строго больше нуля. Здесь минимум был не строгий, здесь строгий. Хотя квадратичная форма, второй дифференциал, никак не поменялась. Третий пример. А давайте посчитаем вторую производную по y. Чему она равна? 2y квадрат в точке 0,0. 0. Поэтому здесь 0 на dy в квадрате. Смешанные производные по dx, по dy, они равны нулю. Поэтому во втором дифференциале никаких других слагаемых не будет. Они будут в четвертом дифференциале. Но мы-то изучаем второй. И как раз эффект здесь такой, что по виду второго дифференциала мы ничего сказать здесь не можем. На самом деле, если второй дифференциал квази-знакоопределенная форма, то тогда могут сыграть роль слагаемые более высоких порядков малости. Например, четвертый дифференциал. Но до них надо еще докопаться. И понять, чего там и как исследовать. И там уже будут поленомы более высоких порядков. И, наконец, вот этот пример посмотрим. А здесь второй дифференциал чему равен? Точки 0,0 опять-таки. Все, речь идет о точке 0,0. Именно там считаются производные. А он будет точно такой же. Квадратичная часть не изменилась. Изменился дифференциал четвертого порядка. Но мы до него не докопались пока что. Опять-таки, квадратичная форма квази-знакопеременна. Но здесь никакого экстремума нет. Это седловая точка. Таким образом, если второй дифференциал больше равен нуля, у нас могут реализовываться разные ситуации. Не строгий минимум, строгий минимум, отсутствие минимума. Единственное, что можем сказать, максимум не может быть. Вот все-таки, если у нас максимум, то квадратичная форма у нас, ну, как минимум, меньше равна нуля. Вот. В случае, когда у нас минимум, квадратичная форма все-таки будет больше равна нуля. Вот в эту сторону действуют условия. Но в целом, если у вас квадратичная форма квази-знакопеременная, то надо проводить дополнительные исследования, надо следить за слагаемыми более высоких порядков малости. Ну и последнее, совсем уж последнее замечание. Сами поисследуете, в учебнике посмотрите. Мы посмотрели на общую ситуацию, когда у нас квадратичная форма, второй дифференциал от многих переменных. Но в случае, если у нас есть функция от двух переменных, то второй дифференциал, он определяется матрицей А вот такого вида. И здесь матрицу А на положительную или отрицательную определенность можно исследовать в лоб. Просто она маленькая, простая. Когда она положительно определена? Когда f2' по x положительно и определитель положителен. Когда она отрицательно определена? f2' по x отрицательно, а определитель опять-таки положителен. Поэтому для функции двух переменных, если определитель положителен, и хотя бы там один и два штриха по xx, там, либо плюс, либо минус, заведомо есть экстремум. Но еще в лоб можно показать, что если определитель отрицателен, то несложно показать, что в этом случае квадратичная форма будет знакопеременной. Поэтому для функции двух переменных, в общем-то, надо составить вот эту матрицу, найти определитель, он положителен, ну, почти наверняка там максимум. Если он отрицательен, там заведомо, если, точнее, положительный есть экстремум, если отрицательен, нет экстремума. Ну, это простая механическая работа с исследованием определителя два на два. Это сами проделываете. Ну, на этом на сегодня все. Технический вопрос. У нас в субботу лекция, да? Технический вопрос. Технический вопрос. Технический вопрос. Технический вопрос. Технический вопрос. Технический вопрос. Продолжение следует...